всем привет вы на канале алена nails и в этом видео будем выполнять реставрацию квадратной формы на этих ручках изначально можно увидеть только то что ногти ушли в разные стороны но при такой носке два месяца в принципе это нормально но после снятия картина будет выглядеть намного хуже но в целом хочу отметить как хорошо относилась покрытия клиентка проходила два месяца укрепление на этих ногтях в прошлый раз я выполняла жидким полигелем от торговой марки груз номер 13 если я не ошибаюсь но во всяком случае в инстаграм я все рассказываю так что если вам более интересно вы можете перейти и посмотреть выполнение этого маникюра непосредственно у меня в instagram ссылку я оставлю в описании ну а пока снимаю старое покрытие убираю все отслойки которые у нас есть в принципе локализация всех отслоек была в том месте где все ногти скрутились но это не удивительно натуральный ноготь я выпиливала но много же отрос мы это учитываем и конечно же натуральный новый скрутился все же поэтому сегодня будем опять же его удалять чтобы он не продолжал скручиваться далее потому что если его оставить укрепить и сверху во-первых это будет эстетично некрасиво выглядеть ну а вторых это будет неносибельно и так переходим к выполнению маникюра на этих ручках я всегда это делаю по присыпки почему потому что здесь довольно влажная влажная кожа и в целом фреза быстро забивается поэтому использую присыпку обязательно сейчас работаю я на оборотах около 15000 обрабатываю сначала одну сторону потом переключаюсь на форвард и обрабатываю другую сторону фреза 0 23 диаметра отлично здесь подходит и справляется со своими задачами кстати сегодня моя модель опять же спешила но это уже обнаружилось в процессе маникюра поэтому делаем все в ускоренном темпе и какие-то моменты к сожалению сегодня я не смогла заснять так как забывала просто банально включить камеру из-за того что торопились и так где сделала срез кутикулы обезжирила ногти и наношу подложку из базы данном случае для грунтовочного слоя наношу базу от торговой марки днк это нано база мне она нравится тем что она довольно жидкая и просто нанести и так какие-то ногти я уже отреставрировала какие-то нет поэтому продолжаем вместе с вами я использую базу от торговой марки днк как подложку далее я использовала вот такой полигеля днк мне очень нравится видно что им работать 0 0 0 5 и в качестве дополнительного укрепления я использовала жидкий акрикель 0 0 12 маус очень хороший оттенок ходовой и так достаточное количество материала я выкладываю где-то на средину ногтевой пластины смачиваю кистью в обезжиривателе либо же вы можете сделать это в специальном клинтере но в этом в целом нет необходимости я считаю и продолжаю работу выполняю реставрацию поднимаю клюнувшие ногти также я смотрю на боковые параллели достраиваю их если это необходимо ну и конечно же ориентируемся на то чтобы ноготь был ровным расширяю ногтевую пластину поскольку она сильно скрутилась ну и в общем-то выстраиваю полностью новую форму если так можно выразиться в целом этот этап можно было бы выполнить с помощью верхних форм либо же например с помощью геля желе но я всегда провожу анализы когда получаю исходник который у меня есть и в данном случае я решила что с помощью полингеля это будет намного проще быстрее и в целом хотелось показать вам именно этот результат потому что с верхними формами я работаю каждый день показываю это в инстаграм чаще все таки и захотелось вернуться к вот таким обычным простым способом попробовать вспомнить как это собственно а вы напишите в комментариях каким способом вы работаете как вам более удобно быстро все таки делать такую коррекцию с помощью верхних форм полигеля ели желе как вы вообще выполняете этот процесс реставрации очень интересно будет почитать ну а если вы хотите я могу показать вам такой способ с помощью верхних форм это будет реставрация в один этап потому что с верхними формами все таки это вообще элементарно конечно же при условии если вы умеете работать с верхними формами но поляем опил я сейчас как вы смогли заметить уже придала ногтям форму и изначально я убирала длину но не выпиливала изнанки с самого начала потому что этот этап не нужно делать два раза в любом случае при такой коррекции после опила пилкой все равно вы будете возвращаться к фрезе и выпиливать какие-то недостатки поэтому я советую только убирать длину изначально выполнять опил с помощью пилочки и потом уже выпиливать изнанки здесь на видео также плохо попал момент где я выпиливаю изнанки именно тонкой фрезой я это делаю два этапа явно лишнее убираю ту фрезу которая выполняла снятие материала а потом беру фрезу потоньше и ею уже подбираюсь поближе к гиппанихию и выпиливаю там все ступеньки если они конечно же имеются сейчас я выполняю опил убираю все ступеньки все неровности то бишь делаю уже все на готовность нельзя оставлять никаких ямок бугарков и так далее потому что впереди мы будем укреплять ногти жидким акрингелем и этот материал уже будет ложиться на идеально опиленную ногтевую пластину если я оставлю какие-то бугарки то конечно же жидкий полигель также ляжет неровно поэтому готовлю в идеал полностью выпиливаю все неровности и выполняю ту архитектуру которая необходима после того как мы обезжирили ногти вы можете увидеть этот результат четкий квадрат мы потом в конце будем смягчать углы потому что клиентки неудобно с такими ходить но уже сейчас можно оценить до и после вставляю вам кадр нашего да мне уже очень нравится форма я очень люблю такой квадрат именно настоящий четкий квадрат не закругленный и углы я уже убираю обычно после фото конечного результата итак а сейчас нужно выполнить достраивание апекса потому что так мы ногти не можем оставить они будут неносибельны ну и как я вам говорила ранее я работаю полигелем от днк выравниваю архитектуру помогаю себе тонкой кистью и могу перевернуть руку для того чтобы оцентровать материал итак сейчас поговорим о прорисовке френча это наверное самое интересное для меня в этом видео я сейчас вам скажу про самую главную ошибку которую совершают очень большой процент мастеров даже если вы сделали идеально ровное покрытие подготовили ногти к френчу и взяли какой-то неплотный гель-лак начали рисовать у вас не получится красивого френча это первое но и второе одно из самых важных никогда не рисуем френч просто по обезжиренной базе обязательно всегда нужно брать бафик и проходиться по базе гелю либо же полигелю неважно что у вас было до таким образом любой гель-лак будет ложиться во-первых плотнее а во вторых он не будет растекаться и вам намного в разы будет проще рисовать френч и вот так быстро мимолетно показываю вам результат потому что клиентка уже буквально убегала поэтому как есть пишите в комментариях понравилось ли вам это видео было ли оно вам чем-то полезно я всегда люблю читать что вы пишете всем большое спасибо за лайки и комментарии за просмотр всем пока